Музыка На вторых зимних юношеских олимпийских играх в норвежском Лилихаммере Харьков представят шесть спортсменов. Юрий Сытник и Любовь Кипяченкова выступят в биатлоне. В фигурном катании Анастасия Побеженко и Дмитрий Шарпов будут соревноваться среди спортивных пар Анжелика Юрченко и Владимир Беликов в танцах на льду. Всего честь страны будут защищать 23 спортсмена в 9 видах. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Легкая атлетика. Наталья Погребняк обновила личный рекорд на зимнем чемпионате Украины. Стрельба из лука. Победы харьковчан на национальном первенстве в Сумах. Борьба. Харьковчане отобрались во всех видах на молодежный чемпионат Европы. Волейбол. Локомотив вышел в четвертьфинал Кубка Вызова. Юрокадемия разгромила фаворит. Футбол. Металист в Турции пока без побед в контрольных поединках. Гандбол. Харьковское дерби в третьем туре женской лиги слабожанщины. С Хеквандо ВТФ спарринговые сборы в Харькове собрали 300 участников. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор показу Инвеститина. Группа ДИЭЙДИ. В Киеве завершился чемпионат Украины по современному пятиборью. Харьковчане под руководством Игоря Пелешенко привезли 4 медали. Яна Полищук стала третьей среди юниорок. Среди юношей Олег Игнатьев также получил бронзу, выполнив норматив кандидата в мастера. Как и Евгений Зиборов, который финишировал третьим по программе «Троеборье». В команде Игнатьев, Владислав Кужелев и Сергей Сагайдак заняли второе место. В Запорожье командным чемпионатом Украины стартовал зимний сезон в национальном масштабе. Одним из самых заметных результатов стало выступление лидера украинского женского спринта Натальи Погребняк. Гладкий 60 она выиграла с личным рекордом 7-18. На тот момент это был второй результат сезона в мире. Но на зимнее планетарное первенство подопечная Марины и Алексея Мельченко по-прежнему не собирается. Готовится к летнему сезону. Я очень довольна этим результатом, потому что это мой личный рекорд. И можно сказать, на 60 метров снятие с личного рекорда 5 сотых, я думаю, это дорогого стоит. У нас зимний сезон такой проходящий, мы хотим просто поездить, постартовать по коммерческим стартам. И заключительный старт чемпионат Украины, и все, и будем готовиться на лето. В женской длине за золото спорили две Анны – Лунева и Корнута. Последняя взяла реванш за областное первенство и выиграла с результатом 6-30. Также вторыми финишировали Виктория Погорельская в беге на 3000 метров, Алена Малеренко в барьерном спринте и Павел Безнес в тройном прыжке. Кстати, Безнес неплохо размялся, потому что в начале этой недели обновил личный зимний рекорд на турнире в финском Ювяскюля. Улетев на 15-90, подопечный Аллы Курочки занял там второе место, уступив только хозяину сектора Сима Липсонину. Бронзовые медали получили средневеки Андрей Дещенко и Сергей Рыбак, а также Владислав Мандыч в прыжках с шестом. Сборная Харьковской области командой заняла второе место, а первой, внимание, стала Житомирская область. Там же чуть позже прошел и юношеский чемпионат Украины. Из харьковской сборной заметней всех выступил участник молодежного олимпийского фестиваля Алексей Овчаренко, который оформил медальный дубль. Ученик Виталия Корецкого и Геннадия Лозинского выиграл 60 с барьерами с результатом 8-27. В высоте он закончил третьим. По времени стабильно бежалось, но ошибок еще было на барьерах очень много, особенно не очень значительный сход. Надо было его резче делать и быстрее. Забеги было легко бежать, я выбежал не с кем, бежать не было соперников. А вот уже в финале было трое человек, которые сзади меня бежали и чувствовалось, что могут обогнать. И немного было в голове, что надо поработать, чтобы выиграть. По высоте метр 95 это как для тебя? Ну, 95 это хорошо, конечно, но все же было трудновато, что-то с разбегом случилось, не мог подобрать, очень трудно прыгалось, почти все попытки с третьей получались. Ну, видно, с тренером общались, а что-то с разбегом где-то наплутал и не получилось нормально прыгать. Ева Подгородецкая выиграла гладкий 60, Виктор Кононенко ходьбу на 3 километра. Еще один ученик Государственного училища физической культуры Тарас Шевцов стал первым в прыжках в шестом. Артем Левченко дальше всех толкнул ядро, а Дарья Диханова победила в соревнованиях пятиборок. Спринтер Юлия Киселевская и бегунья на средней Дарья Вдовиченко получили серебро в своих видах и бронзу в эстафете. Еще тремя бронзовыми призерами стали Алина Нинько 400, Ольга Лапузова 6 и Валерия Федункив эстафета. В командном зачете Харьковская область и здесь вторая, а первый Днепр. А в Сумах прошел чемпионат Украины по стрельбе из лука. Женский турнир выиграла харьковчанка Юлия Захарченко, которая первенствовала ранее и на домашнем турнире на призы Виктора Рубана. В финале против Анастасии Павлова из Хевсона только первая проходка завершилась в ничью. Остальное выиграла Захарченко. На ее счету и командное серебро вместе с Анастасией Марковой и Дарьей Павличенко. И летом у нас очень много соревнований будет именно в Харькове, поэтому буду стараться везде по возможности выступать и будем уже готовиться к более серьезным соревнованиям европейского, международного уровня. В мужском финале харьковчанин Александр Сердюк уступил один сет Сергею Макаревичу из Львова. Втроем Рубан Сердюк и Дмитрий Ловчиков тоже проиграли в финале и тоже львовянам. Женская сборная Харьковской области по блочному луку в составе Елены Борисенко, Виктории Петросян и Ольги Лаптей свой финальный матч выиграла в три балла у Киева. Юниоры Леонид Дикань, Марк Головко и Никита Кравчук в своем возрасте добыли серебро. Отдельно отмечу Диканя. Ученик первого училища физической культуры в квалификации выполнил норматив мастера спорта. В общем зачете Харьков второй после Львова. Юлия Ткач, которая представляет Львовскую и Харьковскую области, выиграла международный турнир по борьбе Дан Колов и Никола Петров в Болгарии. Боролись в группе по круговой системе. С соперницами по весовой категории до 63 килограммов были две болгарские борчихи и турчанка. Набрав 12 зачетных очков, Ткач стала обладательницей золотой медали. На молодежном чемпионате страны по вольной борьбе в Киеве у Харьковской области три золотые награды. Они же путевки на чемпионат Европы, который состоится в конце марта в Болгарии. В весовой категории до 61 килограмма ученик Юрия Назаренко Вадим Духно выиграл финал у двукратного чемпиона мира среди кадетов – киевлянина Андрея Яценко. Супертяжеловес Даниил Картавый, которого тренирует Олег Заяц, снова был сильнее своего вечного соперника из Хмельницкого Андрея Власова. В женском весе до 75-ти подопечная Романа Осьмакова и Игоря Прилудского Анастасия Шустова поборола тоже хорошую знакомую из Херсона Елизавету Сайдакову. Рустам Джафарян и Василий Арнаут стали серебряными призерами, Екатерина Шакалова – бронзовым. А в Николаеве свое молодежное первенство провели представители греко-римской борьбы. И здесь у нас есть обладатель путевки на европейский чемпионат. В категории до 80-ти килограммов Ярослав Фельчаков в главной схватке поборол мариупольца Алексея Осняча. Победный прием воспитанник Юрия Тимченко и Сергея Болдова провел во втором периоде. В весе до 85-ти в финале боролся харьковчанин Антон Олейник, но проиграл запорожцу Андрею Гладких. В номинации 66 кило бронзовую медаль получил Ясав Зейналов. Андрей Троянов и Дмитрий Гнева до пьедестала немного не добрались. В израильском Эйлате стартовал групповой турнир в первой группе евроафриканской зоны Кубка Федерации по теннису. Сборная Украины играет в подгруппе А вместе с командами Швеции и Португалии. Из-за травмы, полученной на открытом чемпионате Австралии, турнир пропускает первая ракетка страны Элина Светулина. Поэтому к Лесе Цуренко, Екатерине Бондаренко и Ольге Савчук добавилась другая харьковчанка Анастасия Васильева. 24-летняя воспитанница Уникорта имеет 24 парных титула в профессиональной карьере. Если украинки займут первое место в группе, им предстоит бороться за путевку в плей-офф второй мировой группы с победительницами группы С. Там Хорватия, Эстония, Израиль и Турция. На престижном юношеском теннисном турнире во французском Тарпсе, который считается неофициальным зимним чемпионатом мира, выступила харьковчанка Дарья Лопотецкая. В подборочном турнире она переиграла соперницы с Португалией и Францией. Затем в тяжелых трех сетах прошла еще одну хозяйку кортов Джулию Марле – 3-6, 7-6, 6-4. Во втором сете ученица Сергея Ситковского отыграла тройной матчбол. Сил на ранний запуск следующего дня у Лопотецкой не осталось, и она проиграла в двух сетах японки Химари Сато. Харьковский волейбольный локомотив вышел в четвертьфинал Европейского кубка вызова. Выиграв домашний матч у Кальцита из славянского камника 3-0, в ответном подопечные Юрия Филиппова с тем же результатом проиграли. Итог противостояния решался в золотом сете, который тоже прошел в равной борьбе, и лишь в игре на больше-меньше сильнее проявили себя харьковчане 17-15. В одной четвертой локомотиву предстоит сыграть с факелом из нового Уренгоя. Обе встречи состоятся в Минске. По возвращению из Словении локомотив успел обыграть в рамках украинской суперлиги Сумской Химпром в гостях два раза по 3-0. А Юрокадемия на своей площадке принимала аутсайдера чемпионата «Фаворит» из Лубнов Полтавской области. Незавидное турнирное положение гостей обусловлено рядом факторов, в том числе составом, в котором играют ветераны и 16-летние ребята. Например, известный по выступлениям за дубль локомотива Максим Бедуха. А в составе хозяев произошли приятные изменения. Олег Шевченко вернулся в строй после травмы, Александр Грюк вернулся из Казахстана, где легионеры не понадобились. Зато Виталий Сухинин отправился играть в катар. Собственно, эта информация самая интересная, потому что об игре сказать нечего. В первый день юристы выиграли 3-0, на завтра гости уперлись в первом и четвертом сетах, но все равно очков не взяли. Тренеры рассматривают такие игры, как тренировку с повышенной ответственностью. Хотелось, чтобы раскачались. Я говорю, ребята, мы в своем зале играем. После Нового года еще мы не заходили. Пришли люди, мы должны показать волейбол, что мы не сбавились. Проиграть во Львове – это так в спорте бывает, что команда одна проигрывает. Ребята, я думаю, с пониманием отнеслись. Две игры в Чернигове хорошо сыграли. Ну и сегодня по настройу претензий у меня к команде нет. Вверху таблицы все как было. Локомотив 1, Барком 2, Юрокадемия 3. Металист на сборах в Турции провел два первых контрольных поединка. От австрийского адмира Вакера харьковчане получили в конце первого тайма с добивания. Сразу после перерыва Иван Бабко навесил, Владимир Приемов забил. А на последних минутах австрийцы вырвали победу благодаря двух ходовке 2-1. Как по мне, так лучше больше спаррингов. Через игры лично мне легче набирать форму, чем в беговой работе. Это все-таки игра. Хоть и выполняется большой объем работы, но все-таки это более приятно, я думаю, футболисту переносить. Во втором матче против польского за Глембе желто-синие, наоборот, пропустили в самом начале, после углового. И опять-таки добивания. Но, правда, и отыгрались быстро. Алексей Полянский исполнил штрафной, Алексей Курилов доказал, что и наши умеют играть вторым темпом. В концовке матча поляки потеряли шанс на победу, попав в штангу, и игра завершилась ничью 1-1. В Терновке Днепропетровской области состоялся третий тур группы «Б» женской лиги слабожанщины по гонболу. Это турнир без ограничения возраста, а харьковская команда «Первая столица КДЮ-Шатриха ГПА» играла с 17-летними девушками и младше. После не совсем удачного старта тренер и игроки сделали выводы и целенаправленно готовились к туру. А за две недели до его начала усилили нагрузки и пришли в оптимальную форму. В результате дало положительный результат. Хотелось бы, конечно, больше увести очков, но не хватило на команду мастеров у нас, скорее всего, сил. Потому что девочки там помассивнее, наши поменьше, все-таки помоложе, уставали. Первый тайм боролись, потом сил не хватило. Первый тур был неудачно сыгран, во втором туре очки потеряли. На данный момент вышли, в принципе, на самый оптимальный, более оптимальный состав команды, что и показало выигрышами. Но будем стараться занять как можно выше места. Играли тур по группам. В каждой по три матча. В первом из них харьковчанки встретились с Зиньковым Полтавской области. Склонить чашу весов в свою пользу удалось только под конец первого тайма, а во втором харьковчанки немного перетерпели и добились итоговой победы 42-36. Второй матч получился дербийным против другой харьковской команды «Мрия». Половина игры завершилась в ничью 9-9, а после перерыва, благодаря слаженным действиям линий и угловых, первая столица взяла два очка 24-18. Голов могло быть больше, но блестяще отыграли оба вратаря – Татьяна Широбокова и Алена Басюк. В игре с Мрией и Зиньковым нам помог позитивный настрой команды, помог настрой тренеров, они нас поддержали перед игрой. Мне лично понравилось, как мы в защите играли, мы слаженно играли всей командой, помогали друг другу, и у нас получилось. Терновка – это опытные игроки, мы уже играли третью игру, мы немного подустали. Терновка все-таки мастера спорта, и они выиграли. Хозяйкам паркета из Терновского темпа харьковчанки много противопоставить не смогли, в этом случае молодость проиграла опыту, да еще и какому – 21-34. Но в таблице коллектив Алексея Нечулада поднялся как минимум на одну строчку, обойдя земляков из Мрии. Заключительный тур, в котором все команды сыграют разом, состоится в середине апреля в Харькове. Мы те, кто не знает слова «не может». Каждый день мы делаем в собственные горизонты. Спорт – это борьба и с самим собой – это шанс стать лучше. Резница между тем, кто ты есть, и тем, кем ты хочешь быть в том, что ты делаешь. Поверь у себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Определился очередной соперник украинского боксера-полутяжеловеса Александра Гвоздика. Следующий поединок пока непобедимый харьковчанин проведет против 30-летнего экс-претендента на мировые титулы француза Наджиба Мохамеди. Команды заключили контракт на 10-раундовый бой. Встреча состоится 9 апреля в Лас-Вегасе в андеркарте прощального боя Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэдли. Действительно это очень важно, потому что здесь общаюсь, и здесь они для себя какие-то выводы делают. В этом сборе присутствуют младшие, юноши, кадеты, юниоры. То есть общаясь вот таким уровнем, дети действительно набирают опыт. Сегодня впервые пробовали всех, но работают на электронных шлемах, на электронных жилетах. Это очень важно, потому что многие меняются в правилах. С этого года все турниры, которые будут проводиться внутри нашей страны, будут проводиться на электронных шлемах. Принимают участие много ребят с других регионов. И тренера во время спарринга своих воспитанников могут заметить какие-либо ошибки и исправить их, скажем, в рамках тренировки, а не в рамках какого-либо конкретного старта. То есть если старт, уже ребенок вышел, здесь уже нужно выигрывать, зарабатывать медали. А на тренировке здесь можно ошибаться. Вот как бы для тренировки это и полезно, что можно безболезненно, скажем, увидеть ошибки у своих воспитанников. На таких сборах, ну, в среднем обычных боев я провожу 20 техники. И на электронной системе провожу где-то от 2 до 5 боев за день. Это очень важно, потому что я готовлюсь на Турцию, поэтому мне сейчас, я получаю на этих сборах опыт со спортсменами из других городов. Тренируюсь, чтобы в дальнейшем выступить хорошо на Турции. Харьковские дзюдоисты выступили на открытом континентальном кубке в столице Болгарии. В весовой категории до 81 килограмма Артем Харченко первый поединок выиграл ипоном у хозяина татами Демитара Златанова, но затем проиграл юко-румыну Кристиану Бадилару. В женской сетке до 57 Анастасия Шевченко чисто победила немку Амели Штоль, а после проиграла ту же оценку. Дмитрий Коневец сходу вылетел после схватки с израильтянином Тахаром Бутбулом. Мы по разным версиям делаем. Вот, например, есть даже раздел для детей до 10 лет. Там практикуется сам экстра-лайт вариант. То есть там без добивания, без ничего, раунды маленькие. Чисто даем возможность ребятам себе показать, к чему они учились и так далее. И чем старше, тем усложняется возраст. Тем сложнее. Я считаю, что любой спорт для детей полезен, в том числе ММА. Мы в наших соревнованиях стараемся максимально упростить правила, чтобы в первую очередь для нас важно здоровье детей, не нанести никаких травм. Правила максимально упрощены. Я считаю, что абсолютно безопасно для маленьких детей это. С каждым соревнованием повышается мастерство спортсменов и уровень их. На этом турнире выступают призеры и чемпионы чемпионата мира по кикбоксингу. Это о чем-то говорит. Очень квалифицированные люди. Харьковская школа кикбоксинга и ММА. Она лучшая не только в Украине, она очень высоко котируется в мире. На последнем чемпионате мира достигнуты значительные результаты. Именно по кикбоксингу. Павел Ильянов разделил 4-6 места на шахматном турнире класса А в голландском Вейк-Анзее. Но результат позволил харьковчанину подняться в мировом рейтинге на 12 место. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Субтитры подогнал «Симон»!